...работника. Правильно, сначала я его узнал как молодого учёного, который пытается разобраться в музыке сам для себя, в её глубинах, в её истории и в её тенденциях. Мы довольно-таки успешно работали, уложили из график, и здесь я обнаружил в нём такую пытливость, такое умение посмотреть на сегодняшний день из прошлого и в то же время посмотреть прошлое с высот сегодняшнего дня. Работал он успешно, защитился по итогам проделанной работы, написал книгу, издали мы её. «Морфей спускается в ад», в самом названии выражена суть его работы, о том, что музыка сегодня переживает какие-то странные зигзаги, которые некоторых пугают, и в частности тогда и его немного напрягли. А потом он развернулся как преподаватель, это было довольно-таки неожиданно. он стал творчески подходить не только в своём творчестве музыкальном или в научном, в области философии, а стал творчески подходить как преподаватель. Студенты его очень любят, почему? Потому что он старается вести занятия нетрадиционно, на интересе, зажигая студентов. И это сразу же видно, потому что дополняется не только интерес, моей требовательностью, студенты его очень и любят, и уважают. И вообще, вот для Игоря Аркадьевича характерно, я бы сказал, следующее. Два момента. С одной стороны, разносторонность, то есть он даже философии, философия, она очень обширна. Это за этим одним словом кроется и этика, и эстетика, и методология науки и так далее. Ну вот он и философией занимается, и эстетикой занимается, и преподает и то, и другое, и довольно-таки успешно. И, видимо, вот такая разносторонность служит, так сказать, взаимообогащению в различных грани его натуры. И если учесть, что он раньше и горным делом занимался, учился в горном институте, а сейчас занимается издательским делом, то невольно вспоминаются слова одного французского мыслителя 18 века, Лихтенберга, который говорил, что тот, кто знает химию, тот и химию знает недостаточно. То есть, видимо, вот Игорь Аркадьевич внутренне как-то понимает о том, что чем разностороннее человек, тем успешнее он в каком-то избранном направлении. И поэтому получается так, что невольно наблюдая по жизни за людьми, видишь людей двух типов. Одни роют все время в одном направлении и считают, что они правы, вот углу-глу, не разбрасываться, не уходить в сторону, концентрировать все усилия в одном направлении. И, дескать, тогда достигнем хороших успехов. Да, они достигают хороших успехов, но людям вокруг них становится несколько скучно от этого. И с ними не о чем говорить, кроме как об их деле. А у Церберга Аркадьевича интересно говорить обо всем. О философии, об искусстве, о музыке, о журналистике, потому что он через это прошел и проходит сейчас настоящее время. Поэтому, с одной стороны, бросается в глаза вот эта разносторонность человека, а с другой стороны, творческий характер его. Я бы сказал, что именно его творческий характер натуры заставляет его кидаться и туда, и туда, находить новые грани и возвращаться к старому, но уже обогащенному. И, продолжая вот эту линию, я бы заметил в следующий момент. Хотя, может быть, он покажется спорным. Вот есть у него одна черта, которую я бы рискованно назвал бы авантюристичностью. Но с такой поправкой. Вот есть нарицательные слова. Авантюрист, авантюризм. Это одно дело. А вот авантюристичность, я бы сказал, что это очень интересное, хорошее качество, близкое с понятием предприемчивости. Вот авантюристичным я бы назвал человека, который берется за что-то, все говорят, да ты куда, ты что, с ума сошел? Да ты же прогоришь там. А он берется и достигает успеха. Вот. И поэтому не случайно, вот где-то лет 10 назад был, скажем, по телеэкрану, фильм «Авантюрист», выдающийся авантюрист 20 века. Это лента об одном гражданине Израиля, тем он и интересен. Он достигал совершенно невероятных успехов. Другое дело, что он может быть действительно был авантюристом, я сейчас не помню точный сюжет, но вот это вот качество, его не хватает очень многим. Потому что они покрываются ряской болото, ряской однообразием, ряской привычек. А вот эта вот авантюристичность, когда человека бросают в разные стороны только потому, что это интересно, только потому, что это в данный момент может быть даже нужно, для чего? Ну, в конце концов, даже ради благосостояния. Нет возможности, скажем, преподавательская работа. Здесь ничего, вот как я, кроме велосипеда, иметь не будешь. А жизни-то я плыть гораздо больше сегодня. На велосипеде сегодня не уедешь далеко в Москве. Это в деревню можно уехать. Поэтому здесь вот нужно быть живчиком. И у Игоря Аркадьевича безусловно есть эта черта. Может быть, я мог бы ответить еще на какие-то ваши вопросы. О музыке. В музыке Игорь Аркадьевич проделал на моих глазах некую эволюцию. С одной стороны, он мне симпатичен тем, что он знает, ценит, любит классику. Это наши корни. Без этого человек, сразу кинувшийся в авангард, этот будет трекачество. А у него есть база. Солидное, так сказать, классическое, классицистское. Это не одно и то же, но и то, и то у него есть база. А потом он показал, что не собирается оставаться на позициях прошлых эпох. Что новое время требует новых песен. Старые ценности, естественно, не то чтобы заменяются, но как минимум дополняются новыми ценностями. И он продемонстрировал, что он и здесь остается человеком живым, творческим и живущим в сегодняшнем времени, в сегодняшней эпохе. А не просто проливающим ностальгические слезы по прошлому. И вот он продемонстрировал в последнее время эволюцию, в сторону усвоения и развития, творческого развития современной музыки. Что немного даже шокирует его окружающих, близких, насколько я знаю. Но я считаю, что это естественный путь развития человека, который не стоит на одном месте. А вообще-то в музыке он мне нравится своей приверженностью мелодики. Не просто, как сегодня очень модно, скажем, ритмике или диссонансом. А он может и диссонанс допустить где-то, где это требуется обстоятельствами. Но у него есть хорошая, солидная, основательная база. Любовь мелодики, любовь, так сказать, гармонии, а не дисгармонии, как выражению тревожных тенденций сегодняшней действительности, сегодняшней культуры. Может быть, вот такой стандартный вопрос. Я спрашиваю, как ты философию занимаешься, насколько это совместит? И о перспективах как-то в музыке можно назвать? Потому что там вблизи я. Как мы начинаем, прошу, на скучу. Есть ли какие-то перспективы? Добавляем. Угу. 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 Значит, вообще обращение человека к философии всегда свидетельствует о том, что ему тесно в своих каких-то профессиональных рамках. Этим путем шли многие и ученые, и литераторы, и инженеры, и физики, и лирики и так далее. Ну, взять, скажем, и у Эйнштейна, и у Нильса Бора, и у многих Вернера. Гайзенберга. Есть работы, которые так называются. Философия и физика. Вот Игорь Аркадьевич в этом смысле идет от искусства. Ему просто музыки оказалось мало. Почему? Потому что он не просто выражает свои чувства, он хочет выразить свои мысли. То есть он пытается осмыслить, что происходит в музыке, каким путем лучше идти, куда не надо тратить время, энергию, куда не надо идти. И вот его обращение к философии – это расширение его же музыкального диапазона, его музыкального мироощущения, которое не просто, так сказать, следует за всплесками чувства, каких-то эмоций и так далее, а которое советуется и с рассудком, с разумом. И, конечно, его занятие философией и эстетикой обогащает его музыкальное мироощущение. А занятие философией подпитывается его, конечно, музыкальным творчеством. И поэтому неудивительно, что когда у него представилась возможность выйти на, так сказать, коллег единомышленников за рубежом, в частности, на испанца Близьена, и там не испанца, но живущего в Испании, или других представителей, к нему сразу же с вниманием отнеслись, потому что увидели в нем не зашоренного какого-то музыканта, играющего на балалайке, допустим, а человека европейской культуры, европейского мышления, который оценивает музыку от Баха, Шопена, Листа до сегодняшней музыки, будет ли это Шнитке, Кубайдулин, или Сверидов и так далее и подобное. То есть этот процесс явно взаимообогащения, и у Игоря Аркадьевича вот это стремление к впитыванию в себя различных граней человеческой культуры, человеческого общения, наблюдается совершенно четко, и мне кажется, что это вполне правильный и очень плодотворный путь. И вообще я хочу напомнить о том, что музыка, наверное, первичнее, глубже и шире любой другой сферы культуры. Почему? Потому что вот мне вспоминается, скажем, интервью Никиты Михалкова. Он говорил так, что я не начинаю фильм, имея сюжет и так далее, пока во мне не зазвучит мелодия этого фильма или мелодия этой сцены. То есть получается так, что мелодия, она музыкальная основа, она представляет собой некий стержень во многих областях человеческой деятельности. У Никиты Михалкова кинематографической, у Игоря Аркадьевича философской, у Эйнштейна, который играл на скрипке, наверное, в его физических исследованиях. Потому что он говорил, что музыка и Достоевский ему дают гораздо больше, чем Гаусс, математик. А почему Достоевский? Потому что Достоевский, он тоже, в общем-то, исследовал мелодию души человеческой, ее противоречивость, ее диссонансы или гармонию и, так сказать, мелодию жизни.